Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Смейл от Ильи Живия. И сегодня у нас с вами очередной видеоролик про УАСИ ГУХАНКО, только инкассаторскую. Сегодня с нами в кадре никто иной, как ИК. И наша задача на сегодня довольно простая и в то же время сложная. Дернем ручник, чтобы на всякий случай... Нам надо с вами восстановить топливную магистраль. Что здесь сложного? Пойдемте, я вам покажу, как это вообще все работает, как она устроена плюс-минус. Короче, главная сложность и главный косяк этих УАЗиков заключается в том, что у них два бензобака. И вот эта маленькая финтифлюшка переключает, переключением топливных магистралей занимается. Ой, я бензин пролил, черт. А вот, кстати говоря, наш топливный бензобак. Откуда только что я пролил бензинный вентилятор, но я думаю, в этом нет ничего страшного. Так вот, что нужно нам с вами... Интересно, что нам нужно с вами сегодня сделать? Это подключить бензобак напрямую к бензонасосу, минуя всю эту топливную магистраль. И зачем это делается, для чего? Ну, для того, чтобы не тратить лишнее время. Потому что мы все равно не будем пользоваться вторым бензобаком. Будем пользоваться одним и... И фиг с ним, как бы, да? Давайте заниматься тем вопросом. Ты что делаешь, штажер? Ты вообще больной, что ли? Ты зачем броню ломаешь? Да, штажер, тебя что это? Не стой на гис, что ли, встал ты сегодня? Купил, кстати говоря, вот такой вот шланг, штажер. Я говорю ему... Ой, подержи. Я говорю ему, стажер! Стажер, ты возьми, купи мне вот такой вот шланг, пожалуйста. Пожалуйста, купи мне вот такой вот шланг. Вот такой вот шланг мне купи. Такой шланг везде метр десять, метр пятнадцать максимум. А вот этот вот, он режется. И этот бензомаслостойкий, он даже лучше, чем вот такой вот в оплетке. А сейчас развели просто, и все. Конечно. Сколько он стоит? 150, полтора метра вышло на 150 рублей. Как это дорого. Это дешево. В оплетке, в оплетке двести семьдесят метр. Напишите в комментариях. Дорого или дешево? Давай, иди. Ну, что ты тыкаешь, счетка? Это не счетка, это скребок. Открывай дверь. О, Сим-Сим. А ты что делаешь-то? Что? Ты что, думаешь, я тебя не достану там? Иди сюда. Да ты что делаешь? Да ладно, не бойся, не буду я тебя трогать. Наша задача заключается в том, чтобы найти подключение. А вот оно, подключение. Стажер. Да? Это, е-мое, это чьи шмотки? Е-мое. Ладно, хоть они какие-то. Ну, это тряпки, короче, наверное. Я думал, это трусы чьи-то. А нет, это тряпки и даже перчатки. Слушай, стажер, у тебя новые варежки появились. Это все плесни, как в гараже, да? А это что такое? Смотри, видал, какие-то нанотехнологии. Советские. Так, стажер, мне нужен шуруповерт. Это гараж, ключ от гаража. Логично. Здесь, в этой грязи и в этих нанотехнологиях, я нашел инопланетную муфту. Это, во-первых, я не знаю, что это. А, вторых, смотри, что я нашел. Опа-на. Советская. Таких больше не выпускаю. Ты знаешь, откуда она? Да. Она отсюда. Ой. Черт, а? Блин. Чуть не потерял. Советский раритет. Так, надо бы проверить, работает оно вообще или нет. Текст. Так, крутили. Теперь питаем. Там зажигание включить, наверное. Так. Че, горит? Угу. Понятно. Ну, ладно че. Не в этом веке. Так вот, чтобы добраться до бензобака, нужно сначала раскрутить вот эту историю. Стажер, давай свети. Так, че надо? Выкручивать. А я закручиваю. Стажер, ты опять мне эту дал, эту. Блин, да я из-за тебя уже эту слезал. Ну да, ну да. Нет, а че, есть нормальные-то? Дай мне нормальные. Сюда не... Я только их ломаю. Давай нормальные. В гараже. Где бит? Это весь наш бензин, чтобы переехать на парковку. И как бы почти 2,5 литра, да, это типа, ну, типа, это не мало, это нормально. Но поверьте мне, она съедает на холостом ходу 250 миллилитров где-то минуты за 3. Типа, у нее расход просто дикий. Просто нереальный расход. Че? Где-то здесь, да, вот видишь, это от нее контур. Вот. Смотри, я могу доказать место преступления. Здесь прибирался стажер. Вот, видишь, вот это то место. Где лежали мои мухты. Вот они. Дай сюда, вот. Че ты меня... О, ничего себе. Видите, как все у нас в гараже. В гараже должен быть прежде всего порядок. У каждого инструмента должно быть свое место. Эта система называется Quick Holder. Очень полезная, наверное. Так. Какую нам взять-то? Вот это фигово. Потому что она... Ну, так-то тоже верно. Давай. Да че-то... Да ну. Да, е-мое. Вот это десятилетняя ржавчина. Да ладно, че, серьезно. Я так щас шурик сломаю. Давай, ну. Ну все, капец. Давай, родимая. Помогу тебе чуть-чуть. Давай, давай. О, самое главное, не отказывать никому в помощи. Если кому-то нужна помощь, ребята, всегда им помогайте. Я вот помог шуруповерт, а он помог мне. Давай. Давай, 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 давай. А, черт возьми. Стажер говорит, что вот этот инструмент поможет. Ты уверен, стажер? Ну да. Вообще нам нужен жидкий ключ. То есть, ВД не совсем то же самое, что жидкий ключ. Но. Посмотрим. А здесь нету гайки. Тут я открутил. Все понятно. Ну, дадим составу прореагировать. Как говорится. Хотя ничего у нас на реагировать не будет. Потому что сейчас температура минут 30, наверное, на улице. А мы сидим, ремонтируем бензобак в буханке. Потому что сегодня надо ее отсюда уже увозить. У нас же есть ключи. И вся эта история уже как-то затянулась. Вот. Кока-кола для вечеринки у нас есть. Ты знаешь, что это такое, стажер? Это? Это воронка. Да, это воронка. Давайте посмотрим, какого она года. Чтобы понимать. Хотя она могла сюда прийти. Ну, хотя... Под крышечкой посмотрю. Под крышечкой? Под крышечкой там код. Ты хочешь код узнать, чтобы что-то выиграть? Ничего тут не написано. Вдруг это призывая крышка? Так конкурс-то закончился. 25.08.2014. А какого черта ты нам сказал, что 10 лет автомобиль не открывался? Через люк залетела? Ну да, люк же это не автомобиль. Ну, как минимум бутылке 6 лет. Это о чем-то говорит. Это тоже нехило. А может быть она годна до 14-го года? Ну, фиг знает, это может быть. Ну, год они обычно годны. Ну, да, в любом случае она будет. В 13-м году сюда попала. В самом лучшем случае. Короче, что-то неважно, стажер. Как ты объяснишь это? Ну, в описании было написано, что 10 лет она стояла, не открывалась. Да не только в описании, все слышали ваш телефонный разговор вот в этом видеоролике. Как-то там пообщался с покупателем. Нормально было. Ну, что, вроде эта штука... Нифига не дала. Нет, эта гайка не пойдет. И это тоже. Только сверлить их можно и ломать. И это не идет. Стажер, короче, фигня твоя идея. Ну, может это хоть получится, а? А вот это получилось. Она просто больше. Да нифига это не помогает, стажер. Вот, одну отсверлили, и то хорошо. Пока стажер ломает редчайший коллекционный экземпляр УАЗика, я решил починить кувал. Да что ты будешь делать? Вот, я нашел в этом УАЗике саморез. У нас с саморезами вообще беда. Ах, нужна другая бита. Этот... Стажер! Хватит ломать мой УАЗик. Твой УАЗик. Хотя он мой, но, блин, непонятно. Вот как думаешь, оператор, чей это УАЗик? Купил он, но деньги-то компании, Via Industries. Как думаешь, кому он принадлежит тогда? Мне. Тебе? Почему? Я же снимал. Хе-хе-хе-хе. Ну да. Смотри, в натуре, что он делает? Ломает, ведь ломает. Ломает. Вот урод. Ой, стажер, а, что наделал? В натуре сломал, просто взял. Тяжело далось. Так зачем ты ломаешь-то, е-мое, не втыкаю? Типа, это же не круто. Мы же профессионалы. Вы это не представляете? Скажем, вы хотели? Нет, подписчиков обманывать нельзя. Ну, как отрясется. Так, конечно, он его ломает, потому что. Или ломают? Стажер, ты будь... Ой, оператор, а ты что, это, ничего не чинишь? Че-то я неправильно делаю. Черт. Блин, а. Потому что если я не умею, я не лезу в это. Так, в смысле? А как ты тогда научишься? Если я не хочу. Как можно этому не хотеть учиться, да, стажер? Есть еще саморезы? Я этот все испортил. Гвоздь забей. О, в натуре, а чем? А буханку? Ну-ка, дай мне свои плоскогубцы. Вот. О, вот это лайфхак вообще. Так сейчас это, вот, об броню ему дарим. Да не буду я ломать нашу новую буханку. А как ты броню сломаешь, пойдем так? А вот так ты же как-то сломал крышку бензобака эту. А я вот молодец. Я только все чиню. Ну, так тоже можно. Это модификация, ничего вы не понимаете. Все, теперь он держится здесь. Вот это уже другой разговор, как говорится. Вот все. А это, мере прочим, действительно тюнинг, чтобы он не выпал. Предохранитель. Короче, благодаря криворукости стажера, у нас теперь есть доступ к бензобаку. Ну, нету крышки бензобака. Ну, ладно, это не так страшно. Сейчас, короче, стажер, иди под увазик и лови этот шланг с той стороны. А я здесь раскручу все крепления оставшиеся. Ну, на самом деле, рановато. Что ты хочешь постелить, чтобы подвозить? Ну, найди что-нибудь, да постели себе. Снег. Давайте, стажер, тяни. Да не туда, в другую сторону тяни. Молодец. Дальше, 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 дальше. Хорош. Все, все, хорош. Да, хорош, дурак. Оператор, дай мне хомут срочно, пока он не забрал у меня шланг. Не. Зажигалка рядом с бензобаком. Мечта любого буханочника. Вообще, диаметр как бы не подходит, и поэтому его немножечко придется расширить. Таким вот методом. Ну, или может это случилось из-за того, что на улице очень холодно. Поэтому немножко нагреваем шланг, чтобы он получил нужные характеристики по эластичности. Так. Так, 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 так. Вроде бы сейчас он подходит. Он упал, стажер. Я же сказал тебе его страховать. Я тут светом балуюсь. Так его, суть недолго. Пока он там крепит, ясно. Ты что, его это? Разогреваешь? Очень умный буханочник. Так. Надо закрутить. Фиксирую. Так. Ты что там опять бьешь броню? Вот так вот. Вот. Смотрим сюда на результат и оцениваем по 10-ти балльной шкале. Вот. Я думаю, это 10 баллов. Только ничего не видно. Да куда тут до хера? Смотри, сколько нам стажер дал шланга. Ты что, стажер, вообще не рассчитывал? Сам сказал полтора метра, но я купил полтора. А я, если честно, боялся, что не хватит. Начинали было покупать метр 10. Не, ну мы можем обрезать или сделать с запасом, как бы что. Ну, я думаю, нормально. Нужен хомут заранее. Немножко. Да мне хомут? Стажер! Вот наш пакет. Короче, для тех, кто не понял, что я делаю. Я напрямую от бензобака подключаю к бензонасосу, минуя всю вот эту топливную магистраль. То есть, чтобы у меня не было вот их хомутов, распределителей, просто напрямую бензонасос. Потому что я не собираюсь пользоваться всей этой военной историей. Нам не нафиг не нужна. Стажер, да? Дай мне этот Шурик. Шурик, пожалуйста. Так тебе надо шланг обрезать, чтобы бензина меньше в бензонтрассе было. Ну, блин, слушай, эта бензонтрасса укоротилась в 4 раза, как бы. Все равно. Ты хочешь, чтобы она еще меньше была? Да, надо еще укоротить. Ой, я закручу, надо раскрутить. Давай еще укоротить. Да не буду я укорачивать, мало ли что, как бы там от бутылки тоже какой-нибудь потом запитаться будет. Спрятать, укоротить всегда можно, знаешь? Блин, опять надо зажигалку. Давай, зажигалку. Ну, кстати говоря, хорошо, что ты взял такие шланги, потому что будь у нас... Так, этот шланг уже подключен к бензобаку, и это уже прям совсем страшно становится. Да, в бензобаке-то нет бензина. А, кстати, мы же все слили в натуре. Там могут быть пары. Нет. А ну, хотя сейчас минус 30. И что, потом он не испаряется, что ли, в минус 30? Паров нету таких, как Джо. Ну, да, и их меньше, но они все равно есть. Как же он воняет? А ты думал, тут Жадор Диор будет у тебя, что ли? Ага. Шланги с запахом Диор. Нормально. Так, да. Воняет, будь здоров. Ну, что ты хотел? Так. Ну, да, ты потому что далековато. Смотрим. Я устанавливаю километры бензотрасс, где мы будем чилить. Ну, короче, вот бензонасос, вот этот провод, который я подключил. Сейчас он отгрызнулся. Не без травм, конечно. Спасибо, стажер. Это на места все разложи. Немножко я повредил руки, потому что работа надо в перчатках, а я свое же правило нарушил. Но я не мог там подлезть в перчатках, не получалось. Вот, теперь вот буду мучиться с порезанной рукой. Ну, что ж, стажер, сейчас нам нужен тест. Нам нужно в бензобак залить бензин через кока-колу обязательно, потому что, как иначе, где кока-кола? И где бензин? И попытаться прокачать эту историю. что тебе воронка же есть? Ты зачем ты это делаешь? Да я тебе сейчас устрою больной, что ли? У нас, это у нас единственный бензин. Ой, капец. Вот, если хоть грамм прольется, стажеру дизлайк. Ну, окей, молодец, стажер. Не грамма не пролива. Грамма-то тебе за это. Что, не капает первый тест? Первый тест так называемый лик-тест. С точки, с английского языка переводится как тест на протечку. Капает? Нет? Оператор, снимай снизу синий шланг. Сейчас будем тестировать на герметичность. Идет? Идет. До меня пока не дошло. Че? В смысле? Ты же дурак, что ли? Мы же пол-литра туда, два с половиной литра залили. А в трубке-то она почему застряла? Все. Что, все? Все, в трубке осталось, кончился бензин. Да не может быть. Я говорил, надо выкорачивать. А ты, нет, не надо. А ты больной, сейчас я заведу, посмотрим. Чекайте трубку, сейчас посмотрим. А? На месте стоит бензин. Ну да. Предлагаю ехать на заправку. Не, окей, окей. Пусть там... Так я ничего не понял. Почему он не прокачивается-то? Для нее мало эти два с половиной литра в баке. А ты хочешь сказать, что два с половиной литра это мертвая точка, что ли? Да. То есть, если у нас в баке еще два с половиной литра, то мы не можем ехать? На ней нет. Так там всего бак пятьдесят шесть. Понимаешь? Пятьдесят шесть и два с половиной. Уровень поплавка где-то тут, а два с половиной где-то там. Сейчас посмотрим, сколько у нас показывает датчик бензина. Ну да, не меньше нуля. Вот такая вот необычная. Смотри, какой пушистый у нас снег в этот непревзойденный день. Приехали мы за бензином и на заправку в буханку. Здесь у нас есть пять литров чистейшего девяносто второго. И еще, думаю, десятку возьмем с собой, потому что расход у него реально дикий, чтобы по сто раз не бегать, чтобы потом смогли доехать и заправиться непонятно, дырявый, не дырявый. Так, тут бензобак у нас пустой. Здесь капли какие-то. Здесь тоже чутка есть. В принципе, ну, хотя, так, я думаю, даже, наверное, нет смысла ехать на заправку. Здесь литра два, здесь пять, семь литров это вообще с головой. Вылили два, то есть десять литров почти у нас будет. Нормально. Мы все время работаем на каких-то пределах, предел топлива, предел батареи, нашей камеры, психологически тоже предел, наверное, скоро будет достигнут. Так, заливаем бензин, пять литров. Вот так вот. Ты вот не горлышко в горлышко. Так там-то у тебя было всего два с половиной, у меня пять. Вот, горлышко. кто мимо налил? Да потому что я сказал, дай мне воронку. Нет, не дали мне воронку. Вот эту не налить так вот, хитро. Налить? Наливай, там всего два с половиной на длинище. А воронку-то куда идем? Так, зад кинули. А зад? Себе? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Очень смешно и интересно. Слушай, ну вся, сейчас мы вылили где-то 7 литров. Трубочку. Продолжаем прокачку. Качает? Качает. Хорошо. Хорошо качает или не очень? Нормально. А я вижу, до меня уже тоже добирается. Сильнее качай? Блин, легко сказать. Двигателем качай. Так блин, у нас так умлятов-то не вечный. Че, идет, нет? Уже нет, вроде бы. Че, значит, нет? Не идет. Как это понимать? Так там же двигатель в определенном положении пускает. Не-а. Ну, не, у меня идет. Не-а. 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 ну все двигатель работает от бензобака а раньше он работал от этой бутылки на нашу буханку тоже поставить прозрачный шланг чтобы видеть проблемы в карбюраторе будет очень оторопиться надо перегнать эту историю на платную парковку из минусов у нас нету поворотников от слова совсем даже вот эта история на как бы не работает это не страшно мы это починим более часто на стоянку и все будет классно даже в минутах у нас вот эта вот история у нас не работает один дворник но хорошо главное что у нас ездит и ездит довольно таки неплохо так включаем здесь свет тоже у нас есть и все можно начинать движение главное чтобы мы ехали на полном приводе там вроде бы идем на полном приводе парковка у нас здесь недалеко все документы на автомобиль у нас есть подписчики да ура они рады прямо видеть броневик тормоза тормоза е это хорошо свет для ключа ну а кум довольно сильно высажен уже пары вытюки ну а кстати а ну вот так вот другое дело давай давай можешь 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 и если аккумуляции в этом автомобиле ездить максимально неудобно вот зря газелька так встала тормоза работают вроде бы даже неплохо работают очень трудно трогаться перегазовывать приходится нереально дистанцию нужно держать просто гигантскую потому что ну я не знаю я не в курсе за техническое состояние автомобиля езжу только на первой и мы уже тико перегрелись у нас уже 90 видимо у нас этот тассол течет откуда-то мы его залили но очень мало во-первых залили во-вторых там была смесь тассола и антифриза а вот перегазовывать надо он весь вытек тогда мне кажется он мог весь вытечь вообще как нефиг делать и мы уже мы уже идем к 120 ааааа аааа аааа ДПС ну что мы ничего не нарушаем уже прочее несмотря на то что мы едем на таком стороне автомобиле мы вообще ничего не нарушаем вторая передача оставляется и даже работает поеду я думаю на ней ну не больше 20 км в час потому что дальше страшно Реально страшно И едем мы, блин, по Пуйбышево Потому что на Пуйбышево у нас парковка И я не разобрался, как пучить печку Уже сотня Просто галимая сотня И это плохо Нужны внутренние дворники Блин, мы сейчас двигаемся Где там обдув-то был? А, точно Он же здесь принудительный Во-во-во Нормально, молодец, оператор Принудительный обдув, точно Это лайфхак Точно, сейчас это реально поможет О, эти Все с бабкой Понятно За сотню перевалили Ничего не видно У пуханных и так Очень плохой обзор А в данном случае он просто ужасный, друзья Мне так жалко Инкассаторов, которые работали За этим транспортным средством Потому что это просто жесть Стажер тоже обдув включил Какой там обдув? Не тратить бедный аккумулятор Хотя он вроде бы работает Я люк открыл А, здорово Здесь и так жесть какая-то Он еще и люки открывает Можно еще вот эту вот штуку Да не надо ничего открывать Так, классно Хочется воткнуть третью Я думаю, оборотов достаточно Но я не хочу Боюсь Мы почти приехали И температура 120 Почти Не 110 Температура 110 И это жесть Это просто ЖЕЕСТЬ Еще полкилометра Еще полкилометра, наверное Я думаю, вывезем Вывезем Как бы В принципе Этим двигателям Перегревы не страшны Мы свой Фиг знает Сколько кипятили Но Блин, здесь Может быть, здесь А теперь термодатчик не исправлен Но ты же не знаешь Сколько предыдущий хозяин Кипятил этот двигатель Десять лет назад Да, не знаю Я вообще ничего не знаю Мы почти приехали Я думаю Да, вот наш поворот Да, наш поворот Только у нас нет поворотников Это жеу, жесть Как бы Так, притормаживаем Надо руки высунуть А, тут не высунуть руки Здесь нет опы Да А вот он собирается повернуть Ура Нам повезло Первый, не втыкается Подвинись, пожалуйста Давай О, хорошо О, да Как нам повезло Вот Самый мой любимый перк Это лаки Это везение Вот наша парковка Здесь будет стоять Наш УАЗик под охранной Так что если хейтеры Вот попробуйте только наш УАЗик взять То сразу же придут охранники ГБР Пахнет уже каретал Двигателем Спасибо, спасибо Открой Вот это Добрый Что-то у тебя приколы на приколе Ну вот этот фарм говорит о том, что мы тебе говорим Там бурлит в салоне Бурлит, 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 бурлит Слышно, да Ну то есть система охлаждения как-то работает То есть она есть, по крайней мере Ну все Ну так все Ничего не получилось Мы приехали до того места, где нужно запарковаться И у нас села Кум Там очень большие энергопотери Связанные с короткими замыканиями Это прям очень плохо Потому что короткое замыкание идет на газу Короткое замыкание идет на стартере То есть самые-самые такие агрегаты силовые Где энергия Привет Это машина? Да Вот Короче История такая все заключается Моя рекомендация всем моим зрителям Не берите машины понизу рынка Ну как понизу рынка Мы спорим на эту тему Типа такой бухловоз взять за 100 тысяч Это вообще дофига типа по факту Но по факту Там металла дофига В нем всякого отнаряжения, оборудования И он у нас ушел вообще в ноль Если так посчитать Это прям самый-самый низ рынка Да, стажер? Да В любом случае не берите старые машины На которых долго никто не ездил Ну что, друзья У нас продолжаются приключения Началось все с ремонта буханки И уже и продолжается Сейчас мы взяли с собой Вадима Шлака Потому что Вадим Шлак у нас хранитель бустера Да Вот И у него заряженный бустер С помощью этого бустера Мы надеюсь сможем Каким-нибудь чудесным образом Провернуть Замкнувшись тарья Завести бухан И допарковать ее Потому что Вот совсем чуть-чуть И не хватило доехать до парка Вместо А как бы она бы доехала Просто проблема в том Что Там стояла легковушка И я боялся ее задеть Как бы не хотелось бы каких-либо проблем В этом смысле Так Какие-то очень наглые автомобили Думают, что По приколу написали Вадим Шлак, все думаете? Что, думаю? Да Ну я думаю, что Дело дрянь Короче И ничего не получится Почему? Ну что какая-то странная У тебя буханка Ее же когда на подъемник погружали Это Мне показалось очень странно Что она вообще может не ездить Ты спал? А я на подъемник-то видел, как поднялись Я же за ней ехал Не спал Я скомментировал Комментаторы Ага И про это Потом ты же не видел сам подъем-то Какая-то в ролик-то вышла Вот наша буханка Еще не разобранная на детали Стоит Разом с ней соседствуются, где Какой-то красненький автомобиль Тоже не из нашего века Однозначно Вот И я думаю, они подружатся Так думайте, ребят Да Ладно, подружиться Подружиться Я останусь сюда Подальше от этой буханки Чтоб она не поцарапала мою машину Ключи, ключи, ключи 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 О, вот опять эти ключи Тут много ключей Почему бы нет Ну, вы не подумайте, что я просто так тяну время Я, между прочим, это время заряжаю аккумулятор Казалось бы, я бездельничаю и несу ерунду Ну, это ни в коем случае не так Я всегда говорю, что тут полезное, да, стажер? Да, хочешь конфетки? Нет, не задумай их есть Конфетки Таким же действием нет Что-ка это? Катуеточка Катуеточка? Да Казел Робочка с лампочкой Все, отстань, сумасшедший Это распаковка Все так Что ж, машину не припарковал рядом Ну, у тебя дыра в тачке Пуля вылетела Пуля вылетела Это что, бронированный все-таки у Азика, а не боевой? Вы что? Да нет, это как у ПТРа, короче, у него система Типа пулемет, глушитель строит Все нормально? Да, вроде Оторвало, случайно быть? Оторвало, я не знаю Ну, ладно Хорошо Еще раз буткуемся Снимаем тепление Вырубаем летатель Что, бустер? Один раз отработал, ухватил В смысле, он был? Был Так, все Да, бустер, я говорю, что уже зарядный аккумулятор Не бесценочный Не бесценочный Короче, история Веселая Интересная Новый аккумулятор мы сюда купили Чтобы не было такого Но оно все равно с нами случилось И все Ставим ручник Удачу Все, все, выключаем И закрываем, оставляем на платную парковку Заряжаем аккумулятор Чиним парковку О, это тут Чиним проводку на стартер Чиним проводку на Слушайте Чиним проводку на Что там еще? На все На все Но там дофига реально делов по проводке Я вот электронику вообще не люблю в автомобилях Делать Это вообще методом проб и ошибок только все решается Помогай, скажи Пассажирскую дверь надо закрыть? Она закрыта Уверен? Да Давай, я помогу Я раздуминался Вот ты Че А я вот бустовка А я телефон О, нормально Выступай, оператор Самый крутой Как обычно Да Напишите в комментариях Пилок круче всех Да, я тяжелый Я самый тяжелый У меня тяжелее у всех Вот эта херня, знаете, сколько весит? Чилограмм сто, наверное Я одного Буду еще продать У меня вторая пара вот таких есть Кому надо, могу продать Крабики Зачем? Мало ли у кого-то нету крабиков И нужны крабики Ладно, короче Сегодня эта история закончилась С ремонтом мы разобрались Самое главное, она же едет Теплотрасса подчинилась Только теперь температура 102 Теплотрасса Теплотрасса нет Бензотрасса Можно с утра подключиться Прикуриться Пошел вон в тражер В любом случае Подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик И ставьте лайки Под вашим Под нашим видеороликом Эти видеоролики Кстати, очень крутые Советую тебе их посмотреть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Кто-то Пчитайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сулкан 醜 rak В semaine vielleicht Продолж Будем